Отделаться малой кровью возможно, если провериться на ВИЧ как можно быстрее. Сотни сыктывкарцев уже решились на тестирование. Каждый день пробирки с анализами со всех лечебно-профилактических учреждений поступают в этот центр. А чуть более двух десятков сотрудников шаг за шагом с медицинской скрупулезностью пытаются узнать, болен человек или нет. Регистрируют, подписывают, нумеруют, а затем, вооружившись этим прибором, начинают проверку. Сыворотка этих пациентов, она исследуется в ИФА, иммуноферментном анализе. Мы ставим этот анализ для того, чтобы определить, есть у пациента антитела КВИЧ или они отсутствуют. Сыворотку из пробирок помещают специальные лунки. Если цвет поменялся, анализ считается первично ВИЧ-положительным. Но одного цвета для вынесения диагноза мало. В ход снова идет техника. Это отборочный все-таки тест считается. А в дальнейшем он идет на иммуноблот, где определяются уже белки непосредственно к ВИЧ. Здесь у нас суммарные определяются антитела. Сколько данных тестов занимает времени? Обработка? Обработка, ну, как бы постановка сама, порядка трех часов. Если ВИЧ-инфекция обнаружена, происходит так называемая детекция в реальном времени. Компьютер помогает определить количество вируса на один миллилитр крови. Для того, чтобы поставить стадию заболевания, ему нужно знать, какое количество вируса у него содержится в крови и в каком положении его иммунная система. То есть ему нужно знать количество лимфоцитов, количество лейкоцитов в крови. Не обязательно ждать результаты несколько дней. В коме заработала и экспресс-диагностика. 20-30 минут и ответ уже у пациента. Причем сдавать кровь не нужно. Достаточно только слюны. Так называемая лопатка тестера кладется в ротовую полость. И по результатам анализа прямо на ней высвечиваются давно знакомые по тестам на беременность полоски. Жители Ухты уже успели оценить новый метод. Обследование также анонимное, бесплатное, добровольное. И затем может обратиться цель этой акции, чтобы люди не боялись обследоваться, не боялись обращаться за помощью. В целом по охвату населения в профилактических обследованиях коми одна из лидеров в Северо-Западном федеральном округе. В прошлом году такой скрининг прошли 190 тысяч жителей республики. Это одно из важных профилактических мероприятий в целом Российской Федерации. То есть научить население, приучить население к ответственному отношению к своему здоровью вообще. Ну и в частности к отсутствию каких-то страхов, каких-то предубеждений в отношении обследования ВИЧ-инфекции. Это связано еще и потому, что действительно жизнь так устроена, что ВИЧ передается, в общем-то, на тех неправильных поступках, которые допускают люди. Из почти двух сотен тысяч 483 человека оказались ВИЧ-инфицированными. Медики отмечают, в процентном соотношении цифра может быть и небольшая, однако серьезная. И добавляют, вопреки мнению, что львиная доля инфицированных молодые люди, ВИЧ все чаще стали выявлять даже у тех, кому за 60. ВИЧ стареет. Больше стало и зараженных женщин. Сегодня это почти 40%. Как следствие, растет и число инфицированных детей. В регионе их 19. Причем здесь можно сказать точно, виноваты сами мамы. Женщины с диагнозом ВИЧ могут родить абсолютно здорового ребенка, если будут следить за своим здоровьем. Все эти случаи были связаны с неправильным отношением, с отсутствием ответственности ВИЧ-инфицированных женщин, которые решили реализовать свое право на материнство и тем не менее решили, что они имеют права уклоняться от медицинского наблюдения и выполнять те рекомендации профилактические, которые необходимы для предупреждения передачи ВИЧ от матери к ребенку. Но большая часть заболевших – это по-прежнему те, кто употребляет наркотики, ведет беспорядочную половую жизнь. Самое печальное, не проверяясь на инфекцию, именно такие люди часто доходят до самого страшного. Без лечения ВИЧ быстро переходит свою терминальную стадию – СПИД, а она может быстро закончиться летальным исходом. Но если не затягивать, можно жить и неопределенно долго. В республике специальную терапию проходят 834 человека, зараженных ВИЧ. Причем лечение проводится исключительно за счет бюджетных средств. Мы всегда идем в ногу вместе с центром СПИД. Мы лечим в основном. Наша задача, суперзадача – не дать развиться осложнениям терапии, не дать развиться СПИД-индикаторным заболеваниям. Но, к сожалению, очень часто, нередко мы встречаемся с людьми, которым был выставлен диагноз, которые знают об этом диагнозе, но потом скрываются. Потому что они думают, что если они скрываются, никто не знает, и это само собой пройдет. К сожалению, это бывает не так, и эти пациенты поступают к нам в тяжелейшем состоянии. Конечно, после диагноза ВИЧ жизнь пациента меняется. Ему необходимо отказаться от курения, сократить употребление спиртного, избегать стрессов, организовать полноценное питание, богатое калориями, белками и витаминами. При этом больные ВИЧ остаются полноценными членами общества. В них есть свои права и обязанности. Почти во всех случаях они могут продолжать работать. Медики советуют. Важно помнить. Человек не одинок в этой ситуации. Люди, которые живут с ВИЧ-инфекцией, мне кажется, что должны больше, скажем так, рассказать о своих ошибках или о тех ситуациях, которые, может быть, привели к ВИЧ. Больным можно обращаться в республиканский центр СПИД. Там окажут психологическую помощь. При этом говорить ли о диагнозе родным и близким решает сам пациент. Впрочем, сегодня своими чувствами ВИЧ-инфицированные чаще всего делятся на форумах. И там ищут ответ на один и тот же вопрос. Как жить дальше?